Представьте себе, тут на днях в Москве прошел первый международный форум о гендерном равенстве в обществе, политике и бизнесе, организованный Forbes Woman. Я не хочу ни в коем случае, вургарно выражаясь, полить контору, но тем не менее, мы живем в мужском государстве. Вот чтобы было ясно, Оксана Пушкина здесь использует смелый каламбур. С одной стороны, формально это статистика. Действительно, во власти у нас огромный перевес мужчины. Чем выше должность, тем сложнее ее занять женщине. Но мужское государство — это еще и конкретный термин. Это незарегистрированная организация, позиционирующая себя как представитель и национал-патриархата, и выступающая против феминизма, ЛГБТ, а также против межнациональных и межрасовых браков. И участников этого движения много раз уличали в организации травли в отношении женщин и представителей сексуальных меньшинств. И вот эти же отважные бойцы из мужского государства, известные своими атаками на материи одиночек, не раз угрожали моим коллегам Ане Мангайт, Маше Борзуновой, Полине Милушковой, Оле Гладышевой и многим другим. Новая угроза от так называемого мужского государства сегодня в телеграм-канале расистов, гомофобов, женоненавистников, тот весь набор, появился список журналистов, которые, цитата, «навязывают садомию и извращение нашему народу, в частности, молодежи». Ссылки на профили ведущих «Дождя» в Инстаграме, как я понимаю, должны привести многочисленных или малочисленных фанатиков на страницы наших коллег. Работают они аккуратно и, как любит говорить президент Российской Федерации, в рамках законов. Только в рамках закона. Потому что хорошо знают, за угрозы убивать и насиловать у нас в стране ничего не будет. У меня есть неприятная особенность, у меня память хорошая. В 2006 году Владимир Путин встречался с Ухудом Ольмертом, тогдашним премьер-министром Израиля. И ровно в этот момент в Израиле шел скандал. Тогдашнего же президента Маши Акацава обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько женщин. И вот на этом фоне президент России встречается с премьером Израиля и говорит. «Передайте привет своему президенту. Оказался очень мощный мужик. Десять женщин изнасилов, я никогда не ожидала от него. Он нас всех удивил, мы все ему завидуем». Ну, слегка обалдевший, надо полагать, Ольмерт ответил. «Сейчас ему не позавидуешь. Ну, дипломатические навыки не пропьешь». А Дмитрий Сергеевич Песков, у которого несчастливая обязанность подчищать территорию постфактум, потом долго ликвидировал последствия этого инцидента. Вообще-то, президент пошутил, русский язык очень сложный, иногда все зависит от порядка слов, даже правильный перевод может порой не передать смысл шутки. Короче, инверсия, страшная вещь. Инверсия во всем виновата. Дело было в 2006 году, и вроде как тогда еще так было можно, и опять же, никому за это ничего не было, и вроде как это было не под запись. Ну и потом, знаете, шутники с ядерной кнопкой не вполне шутники. Шли годы. Бог бы с ней с инверсией и с шуткой. Кацав отсидел семь лет за два изнасилования. Президент России продолжает демонстрировать чувство юмора. Дело не в том, что он 15 лет назад плохо пошутил офф-рекорд. Дело в том, что эта шутка-симптом. Иллюстрация линии партии, системы координат. Что для нас плохо, а что хорошо. Это же техническая штука, следите за руками. Закон о домашнем насилии, то, что официально называется законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации, лежит в Думе пять лет с 2016 года. По его поводу идут бесконечные дискуссии. А мало ли что там в семье? А может бьет, значит любит? Закон не принят. Что это значит на практике? Когда вот случился вот этот конфликт, он начал выяснять, что и как. Пришел к мнению, что я ему изменила, что ребенок, возможно, не его, и начал меня избивать. Бил ее в живот в том числе, вследствие чего как бы... Ну, я и потеряла собой сознание. Вот. В квартире был мой ребенок. Он от страха позвонил моему брату. Брат позвонил в полицию параллельно и выехал ко мне. Вот. Когда он приехал, я была уже в достаточно плачевном состоянии. Практически в это же время приехала полиция. Увидела меня. Вызвали скорую. Уже полицейские вызвали скорую. У вас было в этот момент ощущение, что ну вот все-таки сейчас кому-то это становится известно? Вот уже врачи знают, вот уже полиция знает, что вот еще как-то. Или ощущение безнадежности? Нет, было ощущение безнадежности, оно меня уже не покидало, потому что я понимала, что как бы... Что врачи, что полиция. У нас как бы в стране вообще такое достаточно параллельное отношение к домашнему насилию. Вот это Валерия Володина, первая гражданка Российской Федерации, сумевшая добиться справедливости по делу о домашнем насилии в Европейском суде по правам человека. На протяжении нескольких лет ее партнер бил ее, насиловал, угрожал убийством, преследовал и физически онлайн, устанавливал прослушку, чтобы за ней следить. Валерия обращалась в полицию. Вот стопка бумаг ее заявлений в полицию и отказов эти заявления принять, она, если ее так поставить, она выше человеческого роста. Вот то, что вы видели, это был фрагмент нашего с Валерией интервью, вы обязательно увидите это интервью целиком и фильм о Валерии целиком. Таких случаев тысячи. Володина исключение только потому, что ей удалось добиться справедливости в ЕСПЧ и хватило сил рассказать свою историю публично. И вот представьте себе, у меня память хорошая. Когда мне было 13 лет, я пережила эпизод прямого насилия. Я про это рассказывала, я не хочу сейчас на этом фиксироваться. Я помню, мы с мамой моей тогда, ну, у меня такая мама была, что я к ней могла пойти с любой бедой, и мы вот с ней обсуждали тогда эту ситуацию, обсуждали, обращаться ли в милицию. И мама испугалась, что никакого толку от этого не будет. И что разговор с милиционерами только нанесет мне дополнительную травму. И мы много раз потом обсуждали, и так и не знаем до сих пор, было ли это правильное решение. Но вот это опасение, что милиция ничем не поможет, это тоже симптом. Прошло черт знает сколько лет. ВОЗ и ныне там. Обращаться в полицию бесполезно. Некоторые, как правило, самые страшные дела, вроде дела сестер Хачатурян, становятся известны. Еще тысячи остаются в тени. Закон о домашнем насилии пять лет не принимается, потому что столько еще всего надо обсудить. Зато законы об иностранных агентах у нас принимаются быстро. И это тоже система координат, как и шутка президента. Если кто кого избил или изнасиловал, если бойкие парни из мужского государства угрожают моей коллеге, что доберутся до ее детей, это же еще надо разобраться. Это мало ли какие обстоятельства. Зато если человек на выборах наблюдателем поработал, его точно надо наказать. Как государственное насилие перетекает в домашнее? Как две эти системы подпитывают друг друга? И что это значит? Об этом мы сегодня поговорим с Анной Ривиной, главой фонда «Насилию нет». Но сначала про файл. «Насилию нет? Как это работает?» Ну ты же выбрала такого. А я тебе говорила. Или ты с ним 15 лет прожила, наверное, тебе нравится, что вот это. Или он тебя задержит, он тебе жмотки покупает. Ты что, ты потише. В чем засада домашнего насилия? Она любит тишины. Ни родственники, ни друзья, они же тем более государства. Мы про это не говорим. Это стыдно, это тяжело, это унизительно. И часто еще фидбэк такой, что ты сама дура виновата. Если это не будет видимым, то, собственно, этого и не будет как будто существовать. Это стало видимым на какое-то время. 6 декабря 2020 года Иван Ургант рассказал о фонде с экрана Первого канала. А 29 декабря 2020 года фонд «Насилию нет» был признан иностранным агентом. Вот смотрите. Вот этот центр помощи жертвам домашнего насилия называется «Насилию нет». Зайдите на сайт и любую сумму перечислите. И вот таким образом поучаствуйте. И таким образом насилия точно станет меньше. Спасибо. Меньше заявителей у нас точно не стало. Мы весной еще больше расширили адресную помощь. Оттока абсолютно точно мы не видим. Приходят абсолютно разные люди. Сказать, что это какая-то там определенная социальная группа. Нет, абсолютно разные. Абсолютно разные и разные источники узнавания о нас. Мы взяли курс на такую еще оффлайн-деятельность после того, как все-таки поутихли меры карантинные, что мы теперь можем проводить не только группы поддержки, которые у нас во время карантина тоже были, но еще и какие-то пабликтоки, лекции, кинопоказы. Йога теперь у нас есть для пострадавших и не для пострадавших. Основная наша задача, чтобы пострадавшая оказалась в безопасности. Мы стремились сделать это таким местом, где человек, который пришел с холода, из ужаса, из какой-то ужасно тяжелой ситуации, может себя почувствовать хорошо и спокойно. Иногда приходят пострадавшие в ситуации, вот-вот она только-только вышла из отношений, не знаю, сняла квартиру или находится в нашем убежище. Здесь задача снять острое состояние, показать поддержку, чтобы человек мог как-то успокоиться, подумать, спланировать, что делать дальше. Как правило, девушка-женщина описывает нам свою ситуацию, и мы предлагаем, если существует несколько вариантов ее решений, мы объясняем каждый из вариантов. И каким воспользоваться они решают, конечно, сами. Мы не сопровождаем их в судах. У нас есть волонтеры, которые помогут прийти, подать заявление, предположим, в суд или в МФЦ, в какую-то инстанцию, просто вместе с ними сходить, помочь, чтобы они не были одни, потому что иногда пугает, они не знают, с чего начать. Но именно представления интересов в судах нет. Мы не представляем. Это они уже либо они сами ищут какие-то адвокатские конторы, юристы, либо они могут обратиться в консорциум, где тоже есть адвокаты, которые могут им помочь. У нас, например, есть гражданское сопровождение, это волонтеры, которые приходят в полицию с пострадавшей, и это невероятно важно и невероятно ценно, потому что это поддержка. Ты в этом не одна, у тебя даже есть с кем просто в коридоре поговорить. Это снимает тот уровень вина, стыда или каких-то трудных переживаний. Идти этим юридическим путем. Понятно, что психологическая поддержка нужна обязательно, тут вопросов нет. А подавать эти заявления, пытаться добиться этой справедливости, идти этим юридическим путем и находиться в этой системе с высокой вероятностью безрезультатно. Это нужно все-таки. Это опора, это какие-то последствия, которые наступают для автора насилия. Пишите заявление, а авторы насилия должны нести последствия. Хоть какие-то они должны быть. Проблема насилия не решается ни одной организацией, ни десятью организациями. Это действительно должно делать государство. И очень жаль, что мы, по сути, заменяем и делаем их работу. Проигрываем здесь не мы, а люди, которые могли бы получить помощь и поддержку, но не получают. Не по нашей вине. Даже вот наш последний проект «Все с размещением», мы закрываем им отсутствие кризисных центров, которые просто необходимы. И мы не хотели этого делать очень долго, но опять же, когда мы встаем перед необходимостью сделать что-то, когда мы видим, что эта помощь нужна, но ее не оказывают, мы думаем, ага, ну хорошо, как мы можем это сделать? Но я отношусь к своей работе как задачу. Я вот не спасатель. Я не чувствую себя, что я спасаю мир. Я просто решаю проблемы по мере их поступления. Это челлендж, да, это челлендж. То есть я понимаю, что вот было бы у нас так без статуса, как год назад, я бы уже свернула пять гор. А сейчас я вот в первую закарабкиваю. На государство мы закрываем глаза и стараемся делать то, что мы можем. Или мы все-таки надеемся, что они, не знаю, протрезвеют, придут в разум, что где-то в каких-то сферах мы договоримся, закон о домашнем насилии будет принят. Мне кажется, наша стратегия в том, чтобы помочь максимально большому количеству людей. Это проблема, которую нужно решать системно. Но если никто с нами разговаривать не хочет, то мы двигаемся дальше по нашему курсу и просто пытаемся в тех проектах, где без этого участия совсем нельзя обойтись, мы будем пытаться долбиться все равно в одни и те же закрытые двери. Если мы понимаем, что нам вообще никто не нужен, мы делаем это сами. Они не со мной воюют, они воюют с десятками и сотнями тысяч людей в нашей стране, которые боятся пьяного папу, злого мужа и тому подобное. Поэтому они с ними ведут бой. Я как бы человек-функция. Я говорю очень банальные вещи. Насилие – это плохо, любовь – это хорошо. Это была только часть программы «Кто здесь власть?». Полная версия доступна для подписчиков на сайте tvrain.ru.